Привет, мои родные! Вы находитесь на канале Бывшая Зычка. Значит, те, кто меня еще не знает, я отсидела 10 лет, 2 года малолетки и 8 лет за Хаданской колонии. Значит, с начала своего ролика я хочу всех предупредить и поставить визит, что ни одного из вас я не пропагандирую. И ни в коем случае на своем канале не пропагандирую процесс вот этот всего ауешный. Ни в коем случае. Ребята, я пытаюсь до вас донести, что тюрьма – это очень страшно. В тюрьме нам делать нечего, особенно женщинам. И, конечно же, всех, всех, кто меня смотрит, я пытаюсь всем сказать и предупредить, чтобы вы были внимательны и мудительны к своим детям-подросткам. Так что сегодня, мои хорошие, я хочу с вами продолжить биографию. Ну, эта тема вы просите у меня, я, ну и плюс ко всему, я ее хочу уже маленько, этот свой срок уже закончить, потому что он мне до такой степени надоел, что я не могу. Я его второй раз прохожу, я второй раз его отсиживаю, вот в чем вопрос. Хочется, ну, что-нибудь, чего-нибудь другое уже надоело это все. Значит, ну что, поехали. Биография. Какая там уже, 12-я часть, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Ну, и сначала же, с самого начала, как всегда, на моем канале, как и у Станислава Андреевича тоже, всегда чаек. Всегда за ваш, за ваш дом, за ваших детей, за счастье, за уют, за все, что только можно. И, конечно же, женщины, мои родные, так как канал более такой женский, конечно же, за ваше женское счастье. Я обязательно выпью два арестантских блоточка. Все, поехали. Значит, я работаю на огуречке. И вот у меня первый мой опыт был, где я очень сильно была разочарована в том, что думала, что наши огурцы, все, что мы там наделали, что все это взорвалось и, ну, все раздулося. Но выяснилось, что, оказывается, я была, и моя бригада были молодцы, что мы все сделали правильно. Нас, конечно же, похвалили, меня оставили работать на этой огуречке. И тут-то началось, мои хорошие. В принципе, в моем сроке, вот в принципе, это было самое страшное, ну, не самое такое страшное, но здесь на меня еще легла ответственность. Если я раньше где работала, да, на мне не было никакой ответственности. А сейчас я взяла на себя ответственность еще за своих девчонок, от которых у меня 11 человек. На тот момент, когда мы открывались, у меня было 11 человек бригады. И я, конечно же, за них, за всех должна была нести ответ. И вот эта вот ответственность, она очень сильно меня, конечно, я со всеми отделами, какие есть в колонии, вот все, какие отделы есть, это оперотдел, это безопасность, это, короче, воспитательный отдел. Я везде стала, ну, меня недолюбливали. Также меня недолюбливали смены дежурные, потому что я начала воевать за своих, потому что я стала отбивать эти объяснительные, которые на них составлялись. Ну, короче, стала воевать. Причем стала воевать еще, стала ходить к начальнику колонии, его просить об этом, так как я поняла, что наш объект самый такой, который приносит, ну, самый такой, скажем, который стал приносить какую-то прибыль, значит, в колонию, я, естественно же, начала этим пользоваться, стала обращаться за помощью. Ну, я так думаю, что я пойду по низам? Я стала ходить сразу конкретно к начальнику. За это меня все отделы не взлюбили. И вот наша жизнь на этой огуречке. Значит, мы там начали, сначала у нас шли огурцы, потом у нас шли помидоры. Значит, ну, представьте, в колонию, да, там, где всегда, всегда, я вам хочу сказать, еда, это, ну, еды всегда не хватает. И когда осужденные просят, ну, от своих родственников, там, вот, еду, сладости, да, ну, это действительно так, это не вранье, еды, вот, катастрофично не хватает. Вот, всегда хочется есть, всегда ты хочешь этого сладкого, всегда тебе вот это, ну, потому что там больше-то, больше-то там, в принципе, девчонки там заедают это все. Вот все свое горе, все свое, все, что с ними происходит, чаще всего пытаются, ну, заедать. Ну, что, пойдем чаек попьем там, или кофеек, шоколадная конфетка, посидим сигаретку, выкурим, все, вроде как и счастливые маленько стали. Посидели за этой сигареткой, пообщались, поговорили, вот, вроде и счастливые стали. И, конечно же, и вот тут-то в зону стало, представляете, поступать, вот, в такие вот стали приходить, ну, помидоры, помидоры, ребят такие, они вот такие вот большущие приходили. А по контракту получается, что мы солить, ну, мариновать не должны были помидоры, вот именно красные. Туда идут зеленые. Вот в эти бочки, они идут туда зеленые. И вот, а у нас этих красных. И вот мы что делали? Мы, короче, красные все помидоры. А мы знали, что наша колония тоже будет брать себе. Чаще всего бывало, что нашу продукцию, наша колония не закупала. То бишь, она уходила на другие регионы, и мы, наоборот, брали другую, у других продукцию. То бишь, то же самое. Вот мы изготавливаем то, что мы изготавливаем. И в оконцовке не нашу они берут продукцию, а берут совершенно с другой колонии. Ну, вот такая вот постановка у них. И это. А тут получалось, что вот я, допустим, там услышу, знаю, что там вот помидоры, допустим, тоже будут идти на нашу колонию. И что мы делали? Мы все красные помидоры откладывали в сторону, значит, и делали отдельные бочки. Отдельные бочки, все, мы их потихоньку помечали, что вот именно это на нашу колонию. И потом, ну, когда в столовую давали уже наши помидоры, конечно, все такие вкусные помидоры, да еще красные. Но вот сейчас как вспомню вот это, вот что мы там химичили. И, ну, у меня много раз также тоже администрация вызвала, говорит, Дустину, я чуть понять не могу, почему, ну, только прямо одни красные. Ну, машины, все же видят, какая машина приходит, что там это надо отбирать, отбирать. Вот мы именно для нашей колонии отбирали. Ну, все, конечно же, здесь в нашем доступе был сахар, да. Значит, нашим, ну, ни разу, вот самое, что интересно, у нас ни разу не возникло, чтобы поставить там бражку, напиться или еще что-то. Вот я вам клянусь, я всегда сама была за то, что это я так прям была благодарна, что вот в этой колонии это ничего не ходило. Потому что я даже представить не могла, если вот дамы все начнут пить, и что здесь будет происходить. Я старую, вот вообще, я противоположна этому. Мне, ну, это не надо. А тем более, у меня там была у руля, получается, и, естественно, при мне этого ничего подобного никогда не делалось. Но мы старались что-то предпринять. Ну что, чай с сахаром, пьем, пьем, уже опиваемся. Уже опиваемся, уже мы не хотим, это чай с сахаром, нам уже не интересно. И тут уже начали, значит, подумывать, что бы вот еще такое замутрить. Вот девчонки там, значит, цыганской национальности, они мне говорят, Свет, мы умеем делать конфеты. А они-то всегда, они же, ну, раньше же всегда, там продавали эти леденцы, да, вот эту вот всякую хрень. Я говорю, да ты че? Он говорит, да, всякие разные можем делать. Я говорю, что для этого надо? Ну, кипятильник там, да. И, короче, все, мы начали мутить вот эти вот всевозможные конфетки. Мам, как мы там только, что только мы там натворили? Вот мы делали эти конфетки. Я, конечно же, хотела, чтобы мои девочки, помимо того, что они на работе кушают эти конфетки, мне хотелось, чтобы они с утра тоже просыпались, попили чаечку, кто-то там кофеечку, и чтобы было, у них с собой были конфетки. Я им говорила, девчат, никогда, а нам же проходить через развод, это наш манай, я говорю, девочки, никогда не таскаете по ногу. То бишь, вот, мы делили там по 15-20 штучек, ну, этого достаточно. Мешочки, баночку они там ложили, а делали такие, как подушечки, знаете, они даже не похожи, что там самоделки. Там с сахаром, допустим, обсыпанные, такие в зону часто приходили. Еще бывало, что в кофе вот так вот обсыпем, что они как кофейные такие, что даже не это не заподозрят. И вот у каждой там баночки, мешочки, у кого как по-разному. Ну и появилась у меня, значит, шмара, ребята. Ну, такая шмара, она в оконцовке получается, что это, она сама попадает, сама попадает, у нее что-то было там с формой одежды, значит, проходя контроль, проходя там, да, через развод, ее инспектор останавливает, и что-то у нее какая-то проблема. Мы еще бригада на рабочих местах, мы работаем, она куда-то выходила, ее вызывали, она выходила, и что-то не понравилось ее форме одежды. Ну и значит, она, чтобы не писать заявление, чтобы себя отмазать от этого, ну, вернее, объяснить, но чтобы себя отмазать, она, короче, говорит, что сегодня бригада будет выносить конфеты. Я точно, ну, я точно знаю, у кого будут конфеты. А я, она уходила, я просто девчонкам, все изменилось, вот как-то резко, раз мне вот кто-то как будто бы как подсказал, и я девкам говорю, девчат, не выносите, вынеси только именинница. У нас была именинница, которая, ну, хотела в отряде там с девчонками чать, я говорю, вот только именинница будет выносить. Вот она пусть вынесет себе, так как ей это нужно, а мы ничего страшного, крепанемся, а завтра там посмотрим. Сегодня смена такая, говорю, не будем рисковать. Ну и все, вот как-то я им это запретила, а она-то об этом не знала. И вот, значит, она бежит ко мне, мол, типа так и так, меня заставили писать объяснительную, там все. Я же еще овца, иду туда, в дежурную часть, ее отмазывать. Я подхожу, начинаю за нее рулиться, начинаю там с инспекторами ругаться, объяснять, что это у меня лучший работник, что там, ну, короче, вот все, все, что я всегда говорила. Ну и мне инспектор такая стоит и говорит, кого защищаешь? Я даже не обращаю внимания на ее слова. Ну, я понимаю, что инспектора, они всегда, ну, они всегда это говорят, они всегда каждую осужденную по-своему там. Я говорю, человека, прежде всего я защищаю человека. Он говорит, да, точно хорошо подумала, точно ты думаешь, что это человек? Я говорю, да, я знаю, но я-то в понятии не имела, что она полностью весь раскладывала. Я даже не знала про это. У меня даже мыслях не было, что такое, потому что изначально, когда мы начали работать, я своим сразу сказала, девчат, если хоть одна маленькая информация вылезет отсюда, если вы сами себя загубите, это вы загубите сами себя, то все, прекратится разом все. Все ваши кайфовые, вот эта вот жизнь ваша кайфовая, она превратится. Вы не забывайте, у меня осталось еще совсем немного до конца срока, вам здесь еще сидеть. И сидеть очень долго. И если вы сами себе зарубите все, то это все трындец. Ну и все. Я, значит, ее защищаю, там стою, все. А тут уже моя бригада подходит, значит, мы уже идем на развод. Естественно, я девчонке, которая должна была вынести конфеты, значит, ну, по себе на день рождения, я ее предупредить не могу, так как я разруливаю, стою, ну, вот эту вот всю хрень в дежурной части. Все, я смотрю, бригада подошла. Я отойти не могу, чтобы, ну, предупредить. И вообще, и она, инспектор, орет вся огуречка через шмот, через серьезный шмот. Все, я понимаю, что это, я говорю, что происходит? Ну, что вы начинаете? Это что здесь происходит? То, что человек, значит, толком не нарушила, и то, что вы, ну, вы просите с нее объяснительную, вы сейчас начинаете всю бригаду, ну, гнобить, чок-чок чему-то. Ну, и все, она мне всячески, инспектор пытается сказать, а я ее не понимаю, я не слышу, я пытаюсь эту шмару защитить, я пытаюсь, всевозможно, за нее там как-то постоять. Все, и мне она такая, ну, называет фамилию этой девочки, и такая говорит, она идет через полный шмот. Ну, это раздевание, это полностью все, приседание, раздевание, это полный шмот, полный шмот, тебя раздевают до гола, и ты еще плюс ко всему там приседаешь, короче, полный шмот делать. И до меня начинают доходить слова инспектора. И я встала, я думаю, ну все, у меня девка сейчас попала. Думаю, что делать? Я даже, ну все, я понимаю, что это все. Мало того, что у меня она попадает, то есть ко всему попадаю я, да, попадает вся бригада, ну, короче, все. ну, я уже думала, да что уже, что будет-то будет, ну, что теперь уже сделать, все, ну, я даже на тот момент и подумать-то не могла, что, ну, что это, что-то вот от нее исходит, вот за кого я в бригадце пришла, что у меня даже мыслей это не было. Все, и тут, значит, шмон прошел, слава богу, все нормально, у нее почему-то сработала тоже чуйка, она мне всегда говорила, ты знаешь, я, говорит, всегда живу, вот когда ты говоришь, выносите, я, говорит, выношу. Когда ты сказала всем, нет, не будем, мол, типа только одна именинница, я сразу думаю, да нафиг они мне нужны, если все не понесут, и я не понесу, я, говорит, сразу вот так вот, я говорю, да милая, да какая ты умничка, да какая ты молодец, что ты прислушиваешься ко мне. И все, та, конечно, в шоке. Та в шоке, что, ну, а она, она, оказывается, сказала, я вам сейчас, не берите с меня информацию, эту объяснительную, я вам сейчас дам информацию, по поводу, ну, что сейчас, кто будет выносить конфеты, я точно знаю, эти конфеты готовятся на огуречке, так как я сама там работаю, и я знаю, что она описывает эту форму этих конфет, и я знаю, кто сейчас конкретно будет выносить, и называет мою, значит, работницу, девчонку, ну, я фамилии, ни имен не называю, ребят. И я, короче, думаю, ничего себе, паскуда, меня предупреждает, значит, инспекторша, она мне говорит, ты за кого пришла сюда впрягаться, ты вот вообще, ты зачем ты вообще сюда пришла, да, ты считаешь это человек, это не человек, вот так вот она мне все, а я наоборот, я говорю, да, конечно, вы что считаете, если она осуждена, значит, она не человек, я говорю, ничего себе, взяли на себя такую роль, ну, и все, я пытаюсь, и всячески, значит, еще ругаюсь с ним, все, и потом, ну, мы проходим, идем на ужин, там, значит, сеты берут объяснительную, я, короче, там пытаюсь все это, и уже потом, когда мы остались наедине, и она мне говорит, не защищает, сама подумала, откуда я знаю за эту информацию, и все, и до меня все дошло, я говорю, слышь, ты мразь, иди пиши, иди пиши, я говорю, что от меня надо, она говорит, от тебя надо подтверждение, что, ну, так и так, ну, как от бугра, я говорю, ну, единственное, что я делать этого не буду, а эта мразь пусть пишет, ну, и все, и ей говорю, слышь, ты паскуда, за тебя я рулиться, завтра к начальнику не пойду, я тебе сразу это говорю, да я тебе клянусь, Света, да я там тыры-пыры, да я ее не сдавала, да там я, я даже, ну, был типа все вот эти вот, все эти отмазки, ну, короче, вот таким образом она мне чуть не подставила девчонку, ладно, вот у девчонки вот это вот все просто сработало, ну, и что, и потом оказывается, вот эта паскуда, змея, мне ее убрать я никак с объекта не могла, вообще абсолютно не могла, это, вот эта мразь, это я уже потом со временем, с годами, можно сказать, поняла, что эта мразь специально была поставлена на нашем объекте, она полностью всю сливала информацию, она полностью все ходила и рассказывала, я единственное, что потом смогла, у нас началась двойная смена, то бишь, ну, так как она большесрочница, у нее большой срок, и, короче, она не могла выходить в ночь, все, и вот мы в ночью, вот все девчонки, которые выходили со мной в ночь, а 4 человека, 5 у меня выходили с утра, остальная вся бригада со мной работала в ночь, и вот мы там все это делали, готовили там, вот все это мы делали ночью, они приходили, и эта же мразь сразу бежала, и везде все, вот чтобы любую какую-то информацию узнать, забегала там, где мы, допустим, эти конфеты, а когда сахар жил, он пережал, ну, пережал, все равно запах есть, и вот эта мразь прям везде ходила, все нюхала, мы специально заливали все уксусом, чтобы запах уксуса стоял, вот представьте, как нужно, вот до какой степени, вот это обычная осужденная, ребят, это обычная осужденная, из-за которой нам приходилось, а до такой степени все прятать, чтобы эта пасхуда нас не сливала, она нас, и ничего ты ей сделать не можешь, и убрать я ее, это потом не столько нужно было сделать, чтобы эту мразь, эту мразь вот эту, вот убрать с этого объекта, но она потом всячески опять туда заливала, но это потом, это все впоследствии, я все за эту мразь вот расскажу, и вот, короче, вот здесь вот это было, на следующий день мы, значит, приходим на работу, я уже, да, я всю ночь не спала, я не спала всю ночь, я, до меня сразу все дошло, полностью все, я вот эту вот всю, я просто вспомнила, как меня вызывала милиция, там, в оперотдел, да, вызывает, мне, ну, конкретно, значит, администрация мне конкретно говорит, то-то, то-то, то-то были, ну, делали нам, я говорю, вы что гоните, что ли, ничего мы это не, откуда вы это берете, с чего вы это, откуда у вас такая информация, то бишь все, я стала это все сопоставлять, и я поняла, что это паскуда, каждый раз она ходила и относила туда информацию, и вот она, короче, приходит, утром, значит, на работу, выходит, и, ну, я уже для себя решила, что я ее буду убирать, всяческими путями, потому что она перекрывает, мало того, что у меня девчонки там вкалывают, вкалывают так, что, ребят, вот вам, ну, если рассказать, вот все, что, как мы там работали, и какая была работа, физически, ни одна женщина, которая не, ну, не сидевшая, да, вот взять вот просто вольную девчонку, она это не вывезет, она просто не вывезет, нас заставляет это делать, ну, система, из-за того, что система сквозь слезы, пот, мы это делаем, но если человек вольный, ни одна женщина, вот этого физического труда, просто не вывезет, мы по 50, мешки по 50 килограмм, мы все это на себе таскали, представьте, 5 тонн, это все разгрузить, это, ну, разгрузить, загрузить, неважно там, что делать, плюс ко всему, я вот говорила, как-то в своем ролике, как, ну, как-то недавно, что у нас, еще, значит, появился, ну, мусор, мусора же очень много, ну, огуречка, да, значит, у нас там должна быть идеальная, чистота, как в больнице, ну, значит, вот сколько мы могли, мы это делали, да, у меня девочки были дневалки, которые, молодцы, вылизывали эту огуречку, прям, на меня столько упало, вот, всевозможных, вот, этих вот, обязанностей, которые я должна была делать, у меня не было мастера, я была одна, из-за мастера, из-за бригадира, и, короче, вот эти вот, все комиссии, за комиссией, у меня девки должны красавицами быть, все наряжены, у меня должна быть идеальная, там, чистота, у меня всевозможные всякие коврики, шмоврики, все это должно быть, там приезжали всякие комиссии, брали там воздух, брали там всякие бактерии, из котлов, отовсюду, короче, все должно быть на пидоре, на так, что это трингет, в этих, какого, где овощи хранилось, все это должно быть идеально, на поддонах лежать, все, короче, четко, и звездка, все это побелено, ну, короче, у меня там было вообще, как в больнице, вот, я вам клянусь, это первая такая была задача, а когда идет погрузка, ну, сами представляете, там трингет все творится, и они не должны это были, все это убрать, естественно, так как они бедолаги уже, без рук, без ног, я вместе с ними, там, все это делала, плюс ко всему, я потом возвращалась в цель, делала со всеми вместе, там, работу, бежала туда, делала там, надо бежать в штаб, там, о чем-то договориться, что-то там делать, и, короче, вот так, у меня вот так вот, я как белка, я дошла, я стала такая худая, ну, вроде там, появилась хаванина, да, которая говорит, ну, я похудела от того, что я бегала туда-сюда, да, я вот это вот, все, у меня суета, вот эти отмазки начали, что мне их надо было отмазывать, что я за них стала ответственная, ну, короче, физически, я, можно сказать, я не уставала физически, я очень сильно уставала морально, во-первых, они стали во мне видеть, ну, бригадир, да, они все стали ко мне приходить со своими историями, со своими письмами, кому-то пришло письмо, ей обязательно надо со мной это все обделить, рассказать, что там у них происходит дома, и то бишь, за всех вот своих 11, а потом у меня стало их 18, потом 25, и каждую я должна была выслушать, каждую, с каждой, каждой я должна была посоветовать, с каждой я должна была поговорить, поддержать ее, вселить в нее какую-то силу, чтобы она смогла продолжать дальше, чтобы у нее, чтобы дома не творилось, а как бы дети там от нее не отвернулись, чтобы она продолжала жить, и вот это вот все на меня свалилось, господи, сколько я там, ой, это вообще, вот это вот все началось у нас, вот эта вот вся эта работа, вот этот кипиш, разгрузки, погрузки, и вот она приходит утром, значит, на следующий день, и пытается со мной поговорить, мол, типа, все это неправда, Света, ты не должна, ну, думать так, там все, ну, я понимаю, что, а я уже для себя решила, что я ее буду убирать, всяческими путями, не важно как, вплоть до того, что я ее подставлю, подставлю, не знаю, вот не важно, но я ее с этого объекта уберу, она не будет, она не будет, чтобы вот эти бедолаги, которые и так здесь, черти сколько вытворяют, еще, чтобы они были лишены, смотрели на все на это, не смогли себе в рот положить, нет, короче, я с ней прям так разговариваю, я говорю, я тебе говорю так, как есть, теперь в моем лице, я для тебя враг номер один, вот теперь запомни это, раз и навсегда, я сделаю все возможное, ты в этой бригаде существовать не будешь, ты хоть что мне здесь говори, но я тебя отсюда уберу, я тебя сгрызу, и грызть буду до конца твоего срока, до тех пор, пока ты будешь лезть в эту бригаду, больше ты здесь находиться не будешь, ты сама себе все сломала, ты сама себе все испортила, все, ну и она сидит и такая мне говорит, да ты что, а кто ты такая, ты кто такая, я не тобой сюда поставлена, и не тобой буду убрана, ну короче, начала хамить, начала себя вести, я говорю, ну все, давай, я сейчас не буду с тобой здесь, как ты знаешь, какие-то конфликты развивать, я не буду сейчас здесь, я с тобой драки устраивать, ты мне не нужна абсолютно, потому, ну, хотя, ничего не стоит этого сделать, но я просто считаю выше тебя, и я тебе просто говорю открыто, что больше ты здесь не работаешь, это однозначно, ну от силы еще дней 10, за 10 дней я тебя отсюда уберу, поверь мне, она говорит, я тебя сдам со всеми потрохами, все, что вы здесь сделали, я все это сдам, то бишь подтверждается то, что было до этого, я говорю, ты 10 минут назад сидела, мне говорила, что ты ничего этого не делала, сейчас ты мне открытым текстом говоришь, что ты всех сдашь, ну кто ты, ты мразь, вот как тебя земля носит, вот просто, мне очень интересно, как носит тебя земля, ну и все, и тут, конечно же, я девочкам говорю, девчат, милые мои, все, что теперь мы можем делать, это только, пока этой паскуды нету, если эта паскуда здесь, даже не подходите, не просите, ничего делать не будем, будем, я буду стараться, ее отсюда убрать, все, что я смогу, все, что в моих силах, господи, это сколько мне нужно было применить усилий, чтобы эту мразь, ну представляете, да, она крышованная была, а пирамид, конечно же, мне ее было очень сложно скинуть с этого объекта, очень сложно, со мной проводились всякие беседы, меня вызывали, мне говорили, слышь ты, она там стопудово будет работать, тебя там не будет, мы тебя оттуда уберем, я говорю, хорошо, я согласна, я согласна, убирайте меня, пусть эта мразь там работает, но я работать там не буду, это однозначно, но так как все-таки высшее руководство, которое было повыше, они были на моей стороне, так как бригада моя приносила хорошую норму делала, мы стали, нас стали нахваливать, значит, со всех регионов, стали ездить, стали присылать благодарственные письма, что мы молодцы, что на 25% морского населения мы подняли, значит, они стали ходить в столовую, стали кушать наши супы, у нас потом там пошли супы, значит, наши помидоры, наши огурцы, наша капуста, короче, стала на рынке, вот на их нам рынке, гурсиновском, да, она стала пользоваться большим спросом, то бишь мы, у нас нормы с каждым разом стали увеличиваться, потому что, ну, и уже объемы мы стали перерабатывать, ну, представьте, это вообще сама по себе такая сезонка, и вот мы за сезон, а сезон он может идти 6 месяцев, допустим, полгода, потом 2 месяца мы отдыхаем, и потом опять заново, значит, идем работать, и вот за 6, по 340 тонн мы перерабатываем продукцию, представляете, это сколько всего было, ой, это вообще, а плюс ко всему, я вот вам сейчас вот просто рабочий день расскажу, вот 8 часов мы пришли на работу, значит, у нас начинается затарка, это вообще, это невозможно, ну, не каждый день, затарка у нас была 2 раза в неделю, что такое затарка, это мы сами на объект должны принести пустые 3-х литровые банки к себе, значит, ну, вот когда уже началась засолка в банках, а тогда мы там бочки эти таскали, ну, уже бочки сейчас отходим, уже переходим на банки, вот мы приносили банки, упаковки идет 6 банок, и вот мы, считаю, по 12 штук, вот мы-то, ну, со склада, а склад находился на расстоянии, ну, трындец на каком, вот нам оттуда нужно было принести, а по полторы тысячи банок мы делали в день, и вот представьте, а затаривали сразу на 2-3 дня, таскали сами соль, сами перли вот эти вот все банки, тащили сахар, тащили, это, томатную пасту, подсолнечное масло, вот это вот все муку, все мы это, короче, сами, вот, тогда у меня уже стало 15 человек, уже мне, потому что не хватало, мы не успевали норму делать, и плюс ко всему, короче, мне вот до 15, и потом 18, короче, нас уже 15, и вот мы вот это вот все таскали, вот эти банки перевезти, это самое было сложное, плюс ко всему, мы приходим на работу, отходов было очень много, и на общаковую мусорку мы не могли отходы туда, потому что там работали тоже осужденные, и им стало это очень делать тяжело, там была одна осуждена на всю помойку, и нам разрешили организовать возле нашего объекта, и вот мусорка заезжала к нам, естественно, грузили это мы все сами, но до такой степени я им это все преподнесла, ну что вот осужденным, что они изначально, да как так, мы помойку там все, но я им до такой степени это мушило преподнесла, что мы потом на эту мусорку собирались, аж прям с песнями шли, я говорю, так, девочки, наша любимая работа, ну-ка быстро одели фарточки, одели все, я вместе с ними, все вот это вот, мы эти отходы, все это вместе загрузим, кто-то туда на машину, кто-то что, кто-то поет, кто-то, ну короче, вот с такой вот, ну вот, все было весело, разговора нет, было весело, поднимаешь эти отходы, на нас это все высыпается, это вообще ужас, плюс ко всему, мы должны быстро прийти, все это помыться, переодеться, начать работать, начать работать, после обеда у нас там начинается эта затарка, мне короче нужно, мы работали, вот ребят, наш рабочий график, редкий случай, когда был с 8 до 8, редкий случай, чаще всего это было по 12 часов, по 12 часов, потом мы стали работать в двойную смену, значит, вообще, у меня один раз там такой случай был, что мы, вот мы вышли в 3 часа ночи, мы выходили, да, вот смена была, короче, с 3 часов ночи, первая смена работает до 3 часов ночи, с 8 до 3, мы, короче, получается, с 3 часов ночи, вот мы выходим, значит, с 3 часов ночи, мы проработали до 5, до 5, не до 3, как должны были, а до, не до 3 дня, а до 5, это вечера, значит, мы прорабатывали с 3 ночи до 5, потом у меня одна осужденная говорит, оставь меня, короче, я хочу, у нас в 6 уже должен быть отбой, то бишь, мы спать ложились в 6, в 6 вечера, и мне одна осужденная говорит, оставь меня, мол, типа, ну, с девчонками, я с первой смены уйду, а я ни слухом, ни духом, ничего, ну, я оставляю ее, хочет остаться, пусть остается, все, и она получается еще, помимо того, что вот она с 3 часов ночи, до пол пятого, и потом еще вот она осталась с ними, до 3 получается, до 3, короче, ну, не осталось, ее нарядные потом там идет просчет в 9 вечера, представьте, осужденной одной нету, нету ни на, ни на пойке, то бишь, она должна, у нее отбой в 6 часов, она должна спать, ее нету, ищут там поиски, все, ну, мои понять не могут, нас-то нету, мы спим, в чем дело, почему все стоят, почему проверку не распускают, просто тупо осужденной нету, идет счет, короче, на огуречке одна лишняя, значит, на жилке одной не хватает, на огуречке одна лишняя, я утром иду на работу, ко мне бежит нарядная, говорит, ты что там совсем с ума сошла, ты вообще представляешь, что у нас было, у нас здесь это кукипиш, ну, зона стояла там чуть ли не 4 часа, из-за того, что твое осужденную найти не могли, я, короче, в шоке, я ничего понять не могу, говорю, в смысле, ты ее оставила на рабочем месте, этого нельзя делать, короче, потом-то до меня доходит, думаю, вот, блядь, овца, вот, что я в натуре сделала, как так, и все, я говорю, ты понимаешь, рубинка, я говорю, ты понимаешь, туповка ты бестолковая, ты меня в блуду ввела, захотела здесь остаться, не спать не хотите, ничего, на этом объекте, что вас здесь держит, что физически, ведь ломаетесь, ломаетесь физически, но вы же, бестолочь, вас отсюда не выгнать, это что это такое, спать не хотите, и вот я, короче, за этот трындец, как я получила, блядь, меня вызывали во все эти, ну, это кипиш, это действительно кипиш, я это потом поняла, осознала, потом больше такого не было, как бы они у меня не просились, вот они прям просятся, оставь, я говорю, нет, все, идете в отряд, идете в отряд, я говорю, вы что, гоните, что ли, это что это такое, отпахали, смену отрав, еще оставь их, и все, и вот так вот, ну, потом в оконцовке любили, конечно, все эту огуречку, но я ребятам страдала, потом уже впоследствии, в следующей серии, я вам все дальше, все это расскажу, за эту огуречку, что у нас там еще дальше было, ну, а теперь, мои хорошие, если вам понравилось, ставьте обязательно лайки, если же нет, то сами знаете, пишите комментарии, я буду очень сильно рада, вашим комментариям, тем, кто не подписался, подписывайтесь, на канале будет интересно, ну, всему свое время, корочка плюет по зернышку, значит, я так думаю, что вот так вот прям полететь, полететь, у меня не получилось, ну, думаю, свою вершину я найду с помощью вас, так что, мои хорошие, все, пока-пока, я вас безумно люблю, берегите близких, сейчас ходит коронавирус, вы прекрасно это все знаете, берегите близких, берегите себя, и заходите на мой канал, все, пока!